Что известно про новый российский беспилотник-охотник? Вслед за появившимися недавно в интернете фотографиями опытного образца новейшего российского тяжелого ударного дрона С-70-охотника во французском журнале Aire Ampersand Chessmas вышла статья, в которой приводятся предполагаемые характеристики беспилотного летательного аппарата, БПЛА. Материал, в котором речь шла БПЛА-С-70-охотник, написан французским журналистом в соавторстве с авиационным экспертом Петром Бутовским. Как сообщается в статье, летательный аппарат выполнен по схеме летающие крыло с применением стелс-технологий. Он не имеет хвостового оперения и обладает трехстоечным шасси. С чего началась история охотника? Работу над проектом ведет КБ Сухой. Первые новости начали появляться еще в 2009 году, тогда партнером Сухого по работе над новыми тяжелыми ударными беспилотниками называлась самолитостроительная корпорация МИК. О том, что Сухой разрабатывает для Минобороны два беспилотника массой 5,20 тонн, стало окончательно известно в 2013 году, а через год появилась информация о том, что на оснащение вооруженных сил РФ ведомство планирует потратить более 300 миллиардов рублей. Летом прошлого года засекреченный дрон впервые выкатили под открытое небо. В ноябре 2018 года опытный образец охотника совершил свой первый пробег по взлетно-посадочной полосе авиационного завода в Новосибирске, где разогнался до 200 километров в час. В декабре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что первый полет БПЛА «Охотник» должен состояться в 2019 году. Также в январе 2019 года в сети появились фотографии опытного образца. Какими характеристиками обладает БПЛА-С-70 «Охотник»? Характеристики перспективного ударного БПЛА в настоящее время не раскрываются. Согласно открытым данным, это беспилотный летательный аппарат нового поколения, обладающий высокой автономностью, большой дальностью полета, а также имеющий возможность применять широкий спектр высокоточных вооружений. При создании «Охотника» были использованы некоторые технологии многофункционального истребителя Су-57, один из летных прототипов последнего участвует в программе испытания АС-70. По данным журнала «Аириамперсанчесмос», размах крыла «Охотника» составляет 19 метров, что на 4 с лишним метра больше, чем у истребителя-бомбардировщика Су-34. Профиль крыла и стреловидность позволят машине совершать полеты на сверхзвуковой скорости, не менее 1400 км в слеж час. Как сказано в статье, дальность полета «Охотника» составит 5000 км, длина аппарата – 14 метров, взлетная масса – порядка 25 тонн, из них 2800 кг приходится на вооружение. Эти цифры значительно отличаются от появлявшейся ранее информации, СМИ сообщали, что взлетная масса новейшего российского дрона не превысит 20 тонн, а скорость будет не более 1000 км в слеж час. Планируется, что беспилотник поступит на вооружение к 2020 году. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Продолжение следует...